В 2016 году впервые за последние 20 лет в нашей стране рождаемость превысила смертность. Сегодня можно смело утверждать, минчанки стали рожать чаще и с большим желанием. А вторые, третьи и последующие роды для огромного количества мам и вовсе перестали быть редкостью. В 2016 год был для меня и нашей семьи самым счастливым, потому что в нашей семье появилось такое чудо, наша маленькая принцесска Варвара. Этот год стал самым счастливым в нашей жизни, в жизни нашей семьи, потому что мы наконец-то завеременели просто дочке уже 4 года. Мы хотели второго ребеночка, но вот так получилось, что сразу второй и третий. Вот, два мальчика. Этот год стал для нашей семьи очень значимым, так как в этом году у нас появится дочь, которую мы очень давно ждали. В течение года столица не переставляла удивлять нас демографическими рекордами. Только в период с марта по ноябрь в Минске стало на 6,5 тысяч жителей больше. Наши события еще впереди, еще в конце этого года. У нас будет долгожданный ребенок, которого мы очень хотели, мы очень ждали с мужем и всей семьей. У нас будет подарок под Новый год. Положительных результатов и высоких темпов рождаемости удалось добиться за счет благоприятных условий, созданных для молодых родителей. 11 видов пособий, поддержка многодетных семей и единовременная выплата при рождении малыша. А отличное медицинское обслуживание в столице известно за пределами нашей страны. Здесь очень хорошо. Могу сказать, что такого уровня, как здесь, я не получала там. Власти города подготовили приятный сюрприз для минчан в следующем году. По подсчетам Национального статистического комитета, в конце 2017 года должен родиться двухмиллионный житель столицы. Счастливому юбилейному жителю Минска подарят квартиру. И даже когда ребенок еще в мечтах и планах, многие задумываются над тем, как они назовут своего малыша. В этом году самыми популярными женскими именами в Минске стали София, Мария, Анна и Дарья. Мальчиков чаще всего называли Артемами, Максимами, Михаилами и Иванами. А вот имена Наталья и Юрий оказались наоборот самыми невостребованными. Мы назвали Варвара ее, потому что все равно хотим, чтобы ребенок не иностранным именем каким-нибудь, как сейчас многие стараются назвать, а что-то более такое традиционное, русское имя. Поэтому решили Варвара. И оно мне всегда нравилось. Первую дочку мы решали, как назвать. Или Варвара, или София. В итоге назвали София. А сейчас вторую уже Варвара. Вот так вот к этому пришли. Что-то необычное не хотелось. Хотелось классическое имена. Даниил как-то вообще очень давно уже нравится имя. Со вторым было очень сложно. Думали и Арсений, и Матвей. Какие только не перебирали. Ну, как-то не нравилось все равно. Дима, ну, как-то Митя. Мы решили, что будет Даня и Митя. Многие современные родители стараются подарить своему чаду удивительное и необычное имя. Как только не называли минчане своих малышей в этом году. В Минске зарегистрировали Приянку, Юнону, Азалию, Рафаэля, Марса, Себастьяна, Якуба, Франциска и Спартака. Я больше хотела такое Есения, Калина. Но муж никак не соглашался. Он вроде бы был не против, но все равно предлагал свои варианты. Я рассчитывала, что ребенок будет стрелец. И как бы стрелецы, так как очень сильный знак, им нужно мягкое более имя. То есть такое более певучее, спокойное. Как бы и Калина, оно более такое звонкое. Есения, мы как-то потом уже отпало оно. И вот когда Эмилия, я сказала мужу, она как раз такая мягкая, аккуратная. Их есть слишком много обычных. Очень много Маш, Кать, еще кого-то. Уже хотят разбавлять немножечко. Как Эмилии, Арины. Я вообще сначала хотела назвать девочку Стефанией, но муж сказал, что испортишь ей жизнь. Этим умением. Ну, меня, да, меня остановил муж. Он сказал, что надо какое-то имя попроще выбрать. Ну, ладно, пускай будет так. Фантазии некоторых родителей нет предела. В столичной семье Ивановых распространенная фамилия компенсируется редкими именами членов семьи. Шестеро детей и имя каждого несет особый смысл. Например, старшую дочь Ирина и Андрей назвали Радой. Ведь девочка стала первой большой радостью в их семейной жизни. Мое имя мне очень нравится. Вот Рада, когда я представляюсь, это сразу улыбка на лицах. Это удивление. Переспрашивают. Да, я тоже очень рада. Так как вас зовут? Ну, ты говоришь, что это имя. Почему-то путают с тыганским. Хотя на самом деле это имя старославянских корней. Имя Радой считается дочь воды и солнца. Бог Ра. И окончание от слова «вода» – Рада. Велеслав, Златозар, Дарина, Милана и Малютка Гордей. Родители очень внимательно подходили к выбору имен. Порой даже интуиция подсказывала, как назвать ребенка. Милана и Златозар, когда родились в роддоме, я просто перечисляла какие-то имена и смотрела в глаза. И вот какая реакция была, если он каким-то образом ребенок отзывался там, или улыбался, или гримасничал. Мы понимали, что это имя ему дано. Родители стали замечать, что созвучно имени сформировались и некоторые черты характера их чад. Например, Гордей – старательный и гордый мальчик. Милана очень милая и обаятельная. А Велеслав – смелый и благородный. Многие не решаются давать своим чадам необычные имена. Но, по мнению главы семейства, эти опасения напрасны. Чем многообразнее, разноплановее, разнокачественнее мы называем детей, чем чаще в семье в одной звучат разные имена, тем более имена, несущие какую-то традицию религиозную, жизненную, культурологическую, историческую. Это однозначно будет содействовать укреплению семьи, укреплению рода. Доказывают это и сами взрослые, которым еще в детстве подарили редкие имена. Будучи совсем маленькой, наша героиня Гамеда совсем не любила свое имя. Воспитатели и учителя часто неправильно его произносили, а дети называли Гамми. Но, как только девушка узнала, откуда такое необычное имя, она безоговорочно его полюбила. На самом деле, меня назвали в честь моего дедушки. Мама очень любила своего папу. И чтобы увековещать как-то, дедушку зовут Гамид, а меня зовут Гамеда. То есть добавили букву «А». Еще во время беременности мать Гамеды точно знала, как назовет свою девочку. А вот отец об этих планах совсем не догадывался. Папа, он даже не спросив мою маму, пошел в то место, где получает свидетельство о рождении, и уже собирался написать имя Света. Вот. И хорошо, что он ей позвонил, уточнил. Вот. И, ну, мама сказала, то что, ну, как бы. Вот. И назвал Гамеда. А вот родители Владлена имя для своего мальчика выбирали долго, перебирая все возможные варианты. Было три имени, которые мы хотели назвать. Первое имя – Вадим. Я был бы очень рад, если меня назвали, потому что это в честь лучшего, хорошего друга семьи. Второе имя – Леон. Вышел в 90-м году фильм такой «Леон». И отец захотел меня так назвать, но мама была против. И в конце концов папа взял огромный толковой словарь и начал искать мое имя, ну, точнее, будущее мое имя, и нашел Владлен. Маме очень понравилось, они думали, что это европейское, ну, в общем, не свое. И назвали. И через два дня, как я родился, они нашли какую-то брошюру, и там была расшифровка моего имени. Это уже позже родители парня прочитали, что Владлен – это аббревиатура, которая расшифровывается, как Владимир Ленин. И хотя эпоха, которая породила это имя, давно ушла, оно не перестает пользоваться популярностью. Оно мне начало нравиться, когда мне где-то исполнилось лет 17-18. Я понял, что это имя редкое, и когда меня спрашивают, как вас зовут, я говорю, Владлен, его часто забывают на следующий раз. Они переспрашивают, говорят, Владлен? Говорят, нет-нет, Владлен. Но, в общем, в конце концов меня называют Влад, и мне это вообще не нравится, и я категорически против этого. Как бы вы ни назвали своего малыша в наступающем году огненного петуха, помните, имя, как многие считают, определяет характер человека на всю жизнь.